Одна занятная история произошла с телекомпанией СТВ на Медне и достойна пера Владимира Маяковского. Маяковский клеймил советскую бюрократию нещадным слогом. Бумажные волокиты поэт привычно костерил при помощи всяческих литературных приемов на букву Г, гиперболы и гротеском. Обдает дождем дела бумажные, чуть войдешь в здание. Отобрав с полсотни, самые важные, служащие расходятся на заседание. Как раз дела бумажные приключились на днях на телекомпании СТВ. Из пенсионного фонда пришло важное письмо. Письмо не простое, а заказное. Оформленный по всем почтовым канонам, конверт с заказным письмом украшают марки с медведями и зайцами общей стоимостью 32 рубля 60 копеек. Сумма небольшая, однако все в этом мире относительно. Внутри конверта с марками на 30 с лишним рублей таилось требование об уплате недоимки. Сумма недоимки целых 4 копейки. Вопрос получился не столько шкурным, сколь абсурдным. Абсурдность 4 копеечной недоимки, ради которой на одни марки было потрачено в 815 раз больше, подчеркивают три медведя, изображенные на марках номиналом 10 рублей каждый. На интернет-сайте, торгующем марками и открытками, такой мишка стоит почти в три раза дороже своего 10-рублевого номинала. Аж 29 рублей. Виновных в расточительстве пенсионный фонд определил в раз. Ну так пусть бухгалтер правильно платит, взносы уплачивает вовремя, для того, чтобы не возникало такой недоимки в 4 копейки. Вот эти недоимки возникают из-за того, что бухгалтера допускают какие-то ошибки. Мы бы и рады не направлять такие требования, сами понимаем, что это выглядит вообще-то. Свои 4 копейки пенсионный фонд таки получил банковским переводом, но это не конец истории. Спустя неделю из пенсионного фонда пришло еще одно письмо. Номинал приклеенных марок тот же, 32 рубля 60 копеек. Из животного мира остались одни зайцы по 15 копеек. Солидных медведей на этот раз заменили московскими кремлями. Вроде бы более солидными, чем медведи, но такими же 10-рублевыми. На этот раз в конверте обнаружилось решение о зачете сумм излишнеуплаченных страховых взносов, пеней и штрафов. 4 копейки, востребованные по ошибке, вернулись на счет СТВ. Выходит, не бухгалтеры телекомпании виноваты. Ошиблись в пенсионном фонде и признали ошибку официально. Сергей Алиев, Олег Байкулов, Информбюро.